Итак, после обработки трех индекс-листов у нас в списке цветов три цвета. Они одинаковые, давайте их перекрасим. Первый оставим семенами, сущностями красного цвета, а вот этот, давайте его сделаем синим. Ну или вот таким, фиолетовым. Тут у нас таких слов нет, да? Это там, где алоэ и слово куша. Трава покрашена, да? А вот этот цвет, а вот его давайте сделаем чисто синим. Вот боги, то, что последние обрабатывались предметы, термины синим цветом, это имена. Сейчас найдем слово алоэ. Оно уже прикрашено фиолетовым цветом или сиреневым, какое там, не знаю, как называется. Вот мы нашли цвет флоры. У нас вот такой цвет. И вот куша покрашена вот этим цветом. Теперь нам нужно найти слово богом с прописной буквой. Стояв в самом начале, ищем. Греб поиск. Начало строки. Вот здесь слово бога есть. Ну, не попал. Хотя слово боги у нас в третьем файле индекс-листа были. Вот слово есть. Сейчас покрупнее сделаю. Слово есть. Здесь звездочка стоит, то есть слово бог тоже может быть. Но поскольку мы искали с учетом регистра, это слово не попало. Попали слова только со строчной буквы. Как это исправить? Ну, например, вот так можно исправить. Мы не знаем, сколько таких слов у нас есть. Поэтому мы делаем так. Запускаем снова нашу программу. Вот эту. Да, тут надо закрыть этот файл. Это важно. Запускаем. Загружаем таблицу. Вот эту. Выбираем вот эту запись. Она, надо сказать, не покрашена. Говорим подготовить. Пусть с учетом регистра. Вот мы перешли сюда. И вот здесь такие варианты есть. Мы можем выделить какую-то область и в этой области поискать. С учетом регистра выбранной области. Так, ничего не найдено. Интересно. А без учета регистра надо искать. У нас анбоги со строчной, а мы должны прописную тоже найти. Поэтому вот так. Подготовить. Без учета регистра выбранной области, поскольку на что-то выделено. Вот одна запись найдена. И вот она покрашена в этот цвет. Но может быть у нас еще есть слова, производное слово Боге с прописной буквы. Поэтому давайте сделаем так. Мы идем сюда. Убираем опять эту строку. Подготовить задание. Вышли в текст. Вставим курсор в текст. И говорим без учета регистра вот тот термин. И сейчас он пройдет по всему файлу. Все, что покрашено, он пропустит. А если что-то не покрашено, он обработает и добавит предмет в наш индекс для этого термина. Обработать. Вот видите, еще 49 записей найдено. Там, где прописная буква. Две минуты, все сделано. Итак, у нас есть. Вот не все, но то, что мы для демонстрации собрали несколько вариантов слов. Теперь надо сделать предметный указатель. Вот сюда мы его будем помещать. Вот наши термины, которые мы собрали. Эти 32, 32, 32. Мы это еще не делали, повторы не убирали. Вот у нас уши. Такая и такая. Это, в сущности, это флора. Флора тоже много. И есть только боги. Построить указатель. Общее название указателя. Название отдела. Вот такие уровни. Так будут обозначены уровни. У нас сейчас уровень только один. Но уровень второй тоже работает. Давайте делать. Вот мы собрали наш предметный указатель. Вот это одно название, второе, третье. Вот эти названия, которые... Ну, не мне их записывать в этот предметный указатель. Вот созданный. Ну, ей-богу, это не моя работа. Это не то, о чем вы должны говорить сейчас. Сейчас у нас собран указатель. Нам вот эти буквы D уже, D, F, H уже не нужны. И мы их можем уже прямо сейчас убрать. Ctrl-F. Начало строки. D, F, H. Дефис. Поле замены пустое. Заменить все. Вот мы убрали эти буквы. Теперь нужно собрать повторяющиеся номера строк. Сделать интервалы. Найти строки, которые попадают в примечание. В какую-то область, особую область. И сделать их своим символенным стилем. Для этого есть скрипт. Вот этот. Просто номерная. Выделили. Запустили. Оформить символенным стилем термин в указателе. Да. Особый диапазон страниц. Мы здесь сначала, вот 690, 915. Это у нас область примечаний. Но эти термины, номера страниц, которые на примечаниях, оформлены курсивом. Вторую область, вот эту, мы не будем учитывать. Там у нас содержание, там слово «айдохе» есть. Просто для демонстратора, что вот эти номера сюда не попадут. Все, мы все сделали. Определили два особого диапазона страниц. Вот этот. Вот в этом предметный указатель особое. А здесь исключены номера страниц. А работать. Так, прогресс, барышня, значит, все сделано. Итак, вот мы собрали диапазоны страниц. Курсивом отмечена страница, которая в области примечаний. Теперь нужно добавить аннотационную часть. После этого можно ударить в Харата, вот один, подчеркивание 1, подчеркивание 2, вот здесь. И вообще по всему тексту. Но сначала его надо использовать. Потому что у каждого такого термина, у каждого может быть свой, должен быть, своя аннотированная часть. Итак, как это делается? Надо открыть файл с аннотационными данными. Annotation Table. Будут они оформлены так, как надо. Слово, знак подчеркивания, потом номер. Бхарата, знак подчеркивания. Все, это готово. Это так, как есть. Файл готов. И этот файл. Надо отмечать аннотационные данные, тоже есть. Вот скрипт. Добавить аннотационные данные. От annotation data. Поставить кусор в тексте метроуказателя. Поставили флажок. Поставив таблицу с аннотированными данными. Поставили. Теперь не собираются. И теперь можно вот так сделать, как в старых книгах было. Но мне это не нравится вариант. Мне нравится вот такой вариант. Добавить значки до и после. Давайте пока пробелы поставим. Это вопрос обсуждаемый. Пока пробелы поставим. Оформлен символенным стилем. Текст аннотации. Добавить. Идет просмотр текста до конца к началу. И вот мы все добавили. Вот один аннотационный блок. Второй. Третий. Четвертый. И в принципе можно делать уже PDF. PDF. Ну вот мы видим наш размеченный. Отмеченный цвет термин из разных пельметных указателей. Вот содержание. Вот то, что я говорю, что термин попал в содержание. И его надо исключить. Но можно, конечно, здесь это исправить. И тут то же самое. Но мы когда делали вот этот, собирали пример показателей, мы сказали, что это особый диапазон страниц, который не надо учитывать. 916 и 917. 1016.